Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. Мы перейдем к выпуску. Чем занять ребенка на каникулах и выходных, чтобы из пользы и недорого? Дети в Алтайском крае могут бесплатно заниматься и робототехникой, и хореографией, и даже авиамоделированием. И все это в праздники и по выходным. Подробности в нашем сюжете. Мы находимся в Центре развития творчества детей и молодежи железнодорожного района. За каждой из этих дверей дети занимаются чем-то интересным, тем, что в жизни обязательно пригодится. Давайте посмотрим. Судомоделирование. Здесь научат работать лобзиком, читать чертежи, познакомят с простейшей механикой и электромеханикой, помогут выполнить школьный проект. Простые школьники делают здесь далеко не простые вещи. Это судно гражданское. Я им с ним выступал на городских. Я там второе место занимала, третье. Для того, чтобы научиться что-то проектировать, что-то исследовать, нужно сначала научиться делать руками и научиться думать. Вот научиться думать – это самое сложное. Те, кто занимается робототехникой, думать – учат в первую очередь. В этих стенах молодежь занимается робототехникой. Это Константин Чанин. Он занимается этим не первый год, даже не второй, а уже четвертый. И делает достаточно сложные модели. Константин, расскажите, что это за модель? Этот робот должен доехать до финиша. Он сканирует клетки и за счет этого едет. Сейчас он везет банку в карантин. Мы выступаем на Олимпиадах, где дети показывают свои навыки конструирования и программирования. У нас есть воспитанник, который здесь обучался, в этом году закончил. Он поступил в Москву как раз-таки на конструирование производственных роботов. Всего в Барнауле около 30 всевозможных центров, где дети могут заниматься шахматами, научиться игре на гитаре, освоить вокал, прикладное творчество и многое другое. И все это совершенно бесплатно, хотя есть и платные секции. Государство заботится об этом. В отличие от образовательных учреждений школ, наше учреждение дополнительное образование работает и в каникулы, у нас так устроено расписание, и в выходные дни тоже. Такие занятия по выходным, например, в авиамодельном направлении, позволяют более успешно осваивать и стандартную школьную программу. Ну, мне здесь помогают физики, геометрия, алгебра, ну вот то, что на трудах я кое-чему научился. А еще аэродинамика, умение читать чертежи и способность к самоорганизации, качество, которого так не хватает многим школьникам. Я думаю, что нет, по крайней мере, я точно не знаю, ни одного мальчишки, ни одного мужчины. Мужчины, как известно, это взрослые мальчики, который не мечтал бы управлять вот такой вот моделью. Но благодаря тому, что существуют бесплатные секции, такие как эта, у каждого из вас может сбыться такая мечта. Константин Ганов, Михаил Лифуншан, новости. А теперь к другим темам. 878 тысяч кубометров лесоматериалов экспортированы из Алтайского края в 2020 году. Значительная доля алтайской лесопродукции экспортируется в Казахстан, Китай, Узбекистан, Афганистан, Киргизию и другие страны. Большую часть составляет готовая продукция – пиломатериалы, доска обрезная, брус, комплекты, а также крепежные изделия и упаковочный материал. За 11 месяцев 2020 года сотрудникам управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сертифицировано 778 тысяч кубических метров лесопродукции. Вся продукция прошла в фитосанитарный контор и соответствует требованиям странных импортеров. Тест по правилам безопасности провели сотрудники МЧС в алтайских школах. Это связано с ростом гибели детей при пожарах в регионе. Она выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Школьникам порекомендовали использовать мобильное приложение МЧС России. Оно необходимо для повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности. За полученные знания школьники долго благодарили представителей главного управления МЧС России по Алтайскому краю и провожали их аплодисментами. Данные знания очень важны, потому что это как бы базис. Без них невозможно выжить в какой-либо чрезвычайной ситуации. По большей части на уроках ОБЖ нам это рассказывали, но также на этих же уроках ОБЖ нам задавали делать доклады на определенные темы, некоторые из которых были, кстати, упомянуты здесь. Сезон сказок для детей и взрослых открывает Краевой театр драмы. В праздничном репертуаре две детские сказки «12 месяцев» и приключения Чиполина, а также новый вечерний спектакль для взрослых «Академия Нового года». Показы начнутся в предновогоднюю неделю. В фойе театра зрителей будет встречать восьмиметровая ель, украшенная игрушками. Часть из них изготовлена вручную мастерами цеха театра, причем ни одна не повторяет другую. Из-за эпид-обстановки хороводы вокруг елки запрещены, но загадать желание ничто не помешает. И на этом все. С вами была Анастасия Борисова. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!